друзья всем привет 9 марта зимовка продолжается небольшая отепель будет плюс один плюс два на один день пока решили пчел не раскапать потому что морозы возвращаются потом но это про второй точек на первом точке у меня есть отход вот эта семейка сразу не снял расскажу интересно кто давно смотрит знает что у меня однажды здесь продолбил дятел дырку я задел поролоном и 1 0 оставил на улице зимовать заметил где-то начале февраля был теплый день тут показались пчелы обнаружил что там отверстие было на дно пчелы пчелы стали облетываться открыл увидел что пчелы прошли от передней стенки до задней примерно там на пяти рамках они сидели 45 корма подъели потому что были морозы 45 и короче здесь у них сформировался клуб здесь был ли ток поэтому здесь я закрыл положил прокладку здесь и положил candy в надежде что может быть они дотянут но через две-три недели подошел думал еще положить но было уже поздно чего вы а вот видите как они тут сидят бедняги прилипли ну классический отход из-за кормов вот тут вот видно мед с крайней рамки как они здесь сидели все таки было очень холодно улеток не засыпал я так вот неплохо то семья то сидела раз два три четыре пять на шестой вот кусок candy видите остался с края как ложил тут несколько их может если бы пораньше положил дотянули бы вот матка мелькнула 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 в общем матка теплой зоне она сидела немножко жалко потому что всегда у меня в этих улиц перезимовывали нормально но если весной меня окажется это единственный отход здесь я буду очень доволен поэтому минус один это еще не так страшно так где еще один очень сильные морозы были может быть стоит такую или тоже закапать ну где вот они в морозе дело в том что корма кончились по центру как они шли на крайне не смогли перейти семята хорошая была выдал сиропа нормальным матка молодая может сеяли долго сейчас я еще хочу про дно улья рассказать был вопрос от подписчика рассказать про дно улья потому что у меня же видно видео что много разных днищ было какому сейчас пришел подробно рассказать значит днище который сейчас мне больше всего нравится с которым вот это вот такое днище фанера фанера хвойная восьмерка проваренная в парафине покупается чтоб с одной стороны был сорт там 2 наверное сучками сучками вниз внутрь улья хорошей поверхностью значит бруски самое простое элементарное изготовление бруски 25 по периметру по трем сторонам кроме передней части и снизу по двум длинным сторонам бруски чтобы дно не лежала там на какой-то поверхности плотно что продувалась ну минус у этого тоже на самом деле есть когда пчела сюда подлетает вот это у нас будет провизированный корпуса магазин будет как будто это корпус показывать пчела бывает летает и когда стоит на поверхности туда под подно ныряет немножко это время замедляет это минус конечно можно его заделывать но тоже лишняя работа не хочется делать проваривается все в парафине в последние сезоны начал здесь сверлить по три отверстия миллиметра полтора здесь чтобы дождевая вода уходила потому что иногда на поддонах стоит дождь пройдет бывает иногда подойдешь если наклонен так здесь вода стоит поэтому на стационаре мы часто приподнимаем вот так вот брусочек подкладываем чтобы вода вытекала также когда большое количество семей наверное нет времени бегать и поднимать можно просто отверстие использовать литковый вкладыш используется там на большую шару полностью убирать потому что круглых литков корпусах у меня нету по поводу подрамочного пространства вы видели там у меня старые днища есть и на 50 они хороши для уличной зимовки но и зимой мы сейчас подрамочным 30 миллиметров с теплыми днищами на втором точке тоже это все нормально здесь же я сделал 25 подрамочное чтобы получается квадрат 25 на 25 чтобы нормально литковый загородитель сделать ну мне кажется сейчас бы я делал 20 на 20 потому что под в корпусе еще когда рамка сюда ставится здесь есть зазор до конца корпуса 5 иногда 7 миллиметров и поэтому 25 плюс 5 уже 30 и это многовато в том смысле что язычки подтягивают на днищах 50 вы видели там очень много времени трачу срезаете язычки это конечно хорошо трудно когда срезаешь борьба с клещом ну а так все равно это время и чем больше семей тем это все таки больше времени будет занимать на 25 таких нишах практически не строят но иногда тоже бывает когда например тесновато семье не успел вовме расширить могут поднастроить на 20-х я думаю будет меньше строить но по крайней мере это видно у я на степлера видео по моему у него 20 что там меньше строят языки так чтобы собирать пути сборник навесными у меня донных нет пульс и сборников навесными чтобы собирать летом я сдвигаю корпус с передним краем здесь поскольку корпус 25 здесь 25 10 5 миллиметров еще остается у нас запасе здесь не оголяется одно и сюда завешиваться два самореза и вешается донный пульс и сборник чтобы чё пчелы с кровь не подходили там ставится там по брусочку такому с краев и пчелки ходят только через пульс и сборник почему используют донный пульс и сборники потому что они у меня были в хозяйстве говорится по наследству достались и так я к ним привык так по поводу почему вылет здесь сделал 20 потому что советовался с пчеловодами которые кочуют но перевозку использовали на газелях и поэтому сделал такой же вылет как и вылет крыши то есть если мы закрываем вот эту мою крышу на корпус вот у нее вылет 20 здесь и здесь здесь становится ровная плоскость если мы ставим плотно улья в машине например друг другу сзади то здесь тоже вылетом вот этим упрется сюда соседние ули и крыши упрется один в один то есть это такая была идея для перевозки ну и тоже небольшая небольшая прилетная доска потому что если бы было совсем ровно то не особо пчелам это нравится хотя они понятно на колоде в них никакой прилетки нету не чем справиться но хочется им немножко помогать это это очень просто в изготовлении опять же все без пальца если нужно поставить такие днища прикрутить там корпусу мы увидели у в институте гвелфа в канаде они такие днища просто прикручивают корпусу длинными саморезами там 50 или 60 просто вопрос решают а также здесь можно поставить пластинку или уголок здесь 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 один сзади например пластинку есть уголок здесь тогда корпус будет одеваться и не съезжать но это то работают с фальцами начнут говорить зачем эти уголки когда фальцы делать но тут вся система завязана на без фальцовом использование что проще проще изготавливать дешевле изготавливать и в работе это тоже удобно никакие фальцы не ломаются при работе пчела меньше давится но это меньше вечный спор между фальцевиками без фальцевиками это каждому свое так можно это если вот у нас поддон стоит к примеру если я задумаюсь кочевать на подобных кочевых здесь просто вот эту фанеру делается на платформу на все этот поддон этих бруски у нас выбираются фанера идет на два места ну то есть на весь поддон устанавливаются два уля корпуса корпуса корпусу ставят сюда уголки в этой плоскости корпуса друг другу прижимаются назад не дает один угол одна пластинка взади ставится еще пластинка уголок здесь чтоб сюда не съезжал все это решается ну все это видно у яна степлера было вот поэтому для меня вот такое днище самое простое еще почему делаете полозья снизу была идея мысль тоже опять же кто-то из подписчиков не написал что же я такой секой столько лет вожу пчел никак не могу апеллифт купить но я задумался правда купил апеллифт подумал буду сюда полозья загонять как раз они производители одного по моему 25-кой были то есть заду подъехал там на чем корпус стоит сюда загнал двое вилл зажал поднял и поехал ну я попробовал мне ничего не понравилось местность здесь у меня не идеально не футбольное поле все эти неровности идешь все это болтается так улика донесешь на перед носки или на руках он просто колеблется там плавно даже от шагов человек когда везешь его на колесах на этом апеллифте он весь телепается опять же в зимовники через порог переехать не могу поставить зимовники на стеллаже один не могу так что вот так у нас иногда не все советы друзья мои подходят вам кажется вы хотите что-то посоветовать хорошая на самом деле это не работает но страна у нас советов 70 лет было поэтому советы все давать мастера а все это решается на практике как лучше поэтому вот такое днище сейчас у меня еще много 8 рамок с кормушкой внутри левой стоит поэтому людковый вкладыш будем делать разрез не по центру уже а ближе к краю потому что гнездо тогда смещается не на камеру отвелся то есть людковый вкладыш чтобы вырез был возъезде нибудь здесь здесь например кормушка то есть гнездо уже смещается в эту сторону да если делать на поддоне эти днища вот представьте что это тут два днища тогда уже друг другу корпуса стоят тогда вот здесь вот можно сразу такой же брусок прикрепить то есть улиц становится чтобы они слишком близко друг другу улитки не близко двух улев такое ограничение можно где-нибудь сантиметров тут 7 оставлять есть потому что большой иногда даже это много не всегда же у нас же речи стоит вот и все мое решение главное что просто делается ухты 14 минут наговорил ладно спасибо всем за внимание задавайте вопросы может быть что-нибудь еще сниму но скоро начнется активный сезон будем второй точек раскапать буду снимать видео все всем удачи ставьте лайки пока будьте здоровы и берегите пчел и себя